Онлайн конференции в студии портала bnews.kz Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн конференции на 3wbnews.kz Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Доброго времени суток, уважаемые пользователи информационного портала bnews.kz Вы стали участниками онлайн конференции. Сегодня речь пойдет о тех правовых механизмах, которые защищают права казахстанской бизнес-среды. В каких областях бизнеса у предпринимателей возникает большее количество вопросов и барьеров, а также какого количества обращений поступает с их стороны. Именно об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. Позвольте представить вашему вниманию гостя нашей онлайн конференции председатель Совета по защите прав предпринимателей Национальной палаты предпринимателей Атамикен Касымов Гани Сингельдинович. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое за то, что согласились стать участником нашей онлайн конференции. Благодарю вас за приглашение и всем вашим пользователям по вашей сети. Очень популярны, необходимы и нужны, правильно информированы, оперативны. Я тоже ваш активный пользователь. Хочу всех поблагодарить за активное участие именно в этом портале, в вашем портале. Ну что ж, Ганессин Гельдинович, перейдем непосредственно к вопросам. Вы возглавляете одно из важных стратегических подразделений Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Это Совет по защите прав предпринимателей. Скажите, какие задачи стоят перед Советом в текущем 2016 году? Ну, Совет по защите прав предпринимателей с 2013 года функционирует, с октября месяца. Я с этого периода стал работать, он был создан Национальной палатой. Его основная цель и основное направление в этой активной деятельности – это защита именно прав предпринимателей. Это правовая защита, это защита по снятию административных барьеров, по необоснованным требованиям, по заявлениям, по жалобам. Вообще, я вам хочу сказать, ситуация у нас с большим бизнесом, средним, малым бизнесом, особенно малым бизнесом, не очень благоприятная, потому что очень много препятствий. Очень много и административных препятствий. И наша работа с первых дней, она сразу приняла такой масштабный характер, масштабы страны. Везде жалуются предприниматели на притеснение, притеснение отдельных органов, служб. Трудно завести свое дело, а если заведешь, очень сложно его поддерживать, потому что много мешающих сторон, вникающих, внимательно к вам подбирающихся, присущих, то есть пресс-давление оказывающих. То есть хватает организации, хватает проблемы, бед. С какими сложностями зачастую приходится сталкиваться бизнесменам? Ну, бизнесмены, в первую очередь, есть вот такие объемные показатели и индикаторы, которые говорят, что где показывается в полном объеме трудности, с которыми сталкивается даже не начинающий, а уже существующий бизнес, бизнес-структуры. Если мы сейчас будем говорить о большом бизнесе, он сам себя может еще защитить, большой бизнес, там свои лобби, свои, значит, есть продвинутые системы, которые защищают большой бизнес. Они могут отстаивать свои права в парламенте, в правительстве, большой бизнес. А вот средний и малый бизнес, это все под большим вопросом, уязвимость очень большая. То есть, этим самым я хотел подчеркнуть и сказать, что есть налоговый прессинг по налогам и налоговые отношения. Есть много проблем связанных с выделением земли под бизнес, строительные вопросы, транспортные вопросы, в сфере энергетики. Вот, много, я имею в виду, жалоб, нареканий, взаимоотношения между исполнительными органами на местах и бизнесменами. То есть, вот эти вот сферы, они очень чувствительные, и по них идет большой поток жалоб и заявлений. А в целом, много ли обращений поступает от бизнесменов? Какое количество было рассмотрено и непосредственно в пользу бизнеса? Я вам точно могу определенные цифры сказать, вот на сегодняшний день, с 2013 года, у нас официально зарегистрированных и в производстве находится 12,5 тысяч дел. Естественно, у вас будет вопрос, а сколько вы положить позитивно решаете. Но, во-первых, я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем только добросовестных предпринимателей, это раз. Во-вторых, из 12,5 тысяч дел до 40% мы решаем позитивно, положительно. Но цифра эта не меняется, потому что если из 12,5 тысяч дел 40% мы порешали, защитили, поддержали бизнесменов, то еще 40% жалоб снова поступило. То есть, в среднем у нас вот на плаву находится где-то 3,5 тысячи дел в центре, здесь в Астане, это сложные вопросы, это судебно, прокурорское требующее реагирование, то есть, арбитражных там споров, судебных тяжб. То есть, эти вопросы, которые у нас на контроле и постоянно мы решаем в центре. Ну вот, 8-9 тысяч дел находятся в областных центрах. В областных центрах у нас советы тоже созданы, и там вот до 10 тысяч дел проходят. Вы скажете, какой вот такой ощутимый показатель, наверное, как-то, как это можно вот в руках пощупать. Наверное, можно, мы сейчас подчитали, те дела, которые мы рассмотрели и позитивно с плюсом решили в пользу добросовестных предпринимателей, мы отстояли порядка 33 миллиардов тенге. То есть, это не изъято, не обосновано, не вырвано от бизнесменов. Мы отстояли вот их деньги, оборотные средства или там судебных тяжбах и спорах, где они выиграли на 33 миллиарда тенге. Вот вам показатель нашей работы. В целом... Впечатляет? Впечатляет, да. Миссия Национальной палаты предпринимателей, она понятна, да, по тому кругу вопросов, который вы продвигаете. Но какова заинтересованность бизнеса общества, да, часто ли бизнесмены сами обращаются за помощью? Ну, во-первых, я вам цифры назвал. Вот с помощью 12,5 тысяч дел постоянно у нас находятся в производстве. Это раз. С одной стороны, эта цифра, ну, она показывает доверие к Национальной палате. Кредит доверия растет. Да, кредит доверия растет. С другой стороны, цифры-то ужасные. Это сколько жалоб, сколько заявлений. А если мы подумаем вместе с вами и видим, а я вам точно изнутри скажу, это верхняя часть айсберга, то масштабы, вот, недовольства предпринимателей, условиями, в которых они находятся, огромные. То есть, не будем замыливать глаза или что-то там. Я вам говорю, все как есть. И сейчас первоначально, да, были у нас, может быть, какие-то элементы недоверия или сомнения. А сейчас бизнесмены прямо приходят в любые наши региональные, городские там палаты предпринимателей. И везде объективно рассказывают правду, потому что надоело всем жить вот в таких условиях, когда трудно самому выкараткиваться из тех тяж, в которые они сейчас попадают. И Национальная палата во всех своих структурах, по вертикали, сверху донизу, считает приоритетным своим направлением защиту прав предпринимателей всеми юридическими, организационными, да, потом консультативными. Вот все виды услуг, которые есть под защитой и поддержкой предпринимателей, Национальная палата в масштабах всей страны сейчас ведет такую защиту. Активно ведет такую защиту. Оказывается ли помощь тем бизнесменам, которые только начинают свой путь? Ну, у нас Центр поддержки предпринимателей, пожалуйста, там 100 проектов, по которым можно начать бизнес. Бизнес-конференции проходят, бизнес-семинары. Только вот кто еще не только задумался, мы уже, особенно молодым людям, мы уже везде оказываем эти услуги, бесплатно, приходите, смотрите, выбирайте даже проекты. А уж как там зарегистрировать свой бизнес, как начать бизнес, это вопроса нет. У нас очень сильная вот сервисная поддержка по всей стране. То есть любой желающим может везде обратиться? Любой желающим, вот пожалуйста, и сейчас у вас по городу Астане, пожалуйста, у нас есть свои здесь точки, организации, которые занимаются именно этим делом. Хорошо, спасибо большое. Уже хочется перейти к непосредственным таким примерам. Вами поднимался вопрос аренды столовых помещений, стоимость которых была завышена Министерством национальной экономики. Вследствие чего некоторые предприниматели, ну скажем так, пострадали. На совместные усилия палаты и прокуратуры Министерство не среагировало. Хотелось бы узнать, изменилась ли ситуация на сегодня? Значит, мы это дело еще не завершили. По завершению я вам доложу. Ситуация стоит вот таким образом. Значит, в марте прошлого года министр национальной экономики и бюджетного планирования издает, значит, инструктивное письмо, которое принимается к исполнению. И ставки арендной платы по социальным бизнесу были подняты в местах общепита, то есть столовые студенческие, солдатские столовые, в больницах. То есть там особого бизнеса нет. И в этих организациях, особенно в больницах, студенческих, там вот в таких местах, ставки были подняты, скажем, с 300 тысяч тенге до 5 миллионов. — Значительно. — Что значит значительно? Это безобразие. Это не значительно, а безобразие. Мы с генеральной прокуратурой, совместно с прокуратурой, сделали по этому вопросу предписание. Генеральная прокуратура, значит, не раз к этому вопросу возвращались, сейчас снова будем возвращаться. И министерство пошло навстречу. В течение года пошло навстречу. С 5 миллионов там скинули до 3,5 или до 4 миллионов. А ведь платили когда 300 тысяч. И чего добились? Столовые стали закрываться. Это был малый социальный бизнес. То есть там особо... Это рабочие места одной семьи. Там родители, бабушка, дедушка, может быть, кто-то из детей помогали, вместе с семьей делали. 5-6 рабочих. Все стали закрываться. Вот какая степень разумности в этом была сделать? Просто пополнить бюджет за счет того, что закрыли целую отрасль бизнеса. Поэтому мы настаиваем, продолжаем об отмене этого приказа. Во-первых. А во-вторых, почему министр планирования бюджета и бюджетного планирования, и экономики, и бюджетного планирования. Почему министр занимается не бюджетом, не экономикой, а занимается столовыми. Вот речь идет, что у многих тех, кто имеет права, надо отнять права. В том числе и у такого министерства, и у таких министров. Пусть своим непосредственным функциональным делом занимается. Если вы министр экономики и бюджетного планирования, занимаетесь экономикой и бюджетного планирования. Нечего делать с дела столовых. Вот министрам больше делать нечего, что ли. Вот так стоит вопрос. Мы жестко ставим эти вопросы и будем добиваться их решения. И сейчас переходим к новому уровню взаимоотношения и поднятия таких проблем, которые будут затрагивать уже тех организаций. А нас сейчас, знаете, над бизнесом давлеет приблизительно 65 организаций, которые имеют право закрыть, по подозрению завести дело, выемку дел, арестовать счета и так далее. 65 организаций. Представляете? То есть вот о чем речь идет. И у каждой есть полные права как-то приостановить деятельность и не только приостановить, а разорить бизнесмены. Вот сейчас на пути всем этим завалам, всем этим огромным проблемам, с которыми сталкивается предпринимательство, вот грудью стоит национальная палата. И мы начинаем эту большую битву, большую работу по защите прав предпринимателей в полном объеме. И сейчас видим, что вот на новом уровне еще надо ревизировать все эти проблемы с точки зрения у кого какие права. Ревизировать и лишнее поотнимать. Есть необходимо, мы же не говорим все о закрытии, это санаписанция, наверное, нужна, противопожарная служба, наверное, должна, но без вот таких вот, знаете, грозных и решительных каких-то полномочий, которые останавливают бизнес, закрывают бизнес или ведут к разорению. Гнездий Ильянович, какие у вас будут пожелания к нашему бизнес-сообществу, да, в взаимном таком сотрудничестве? Я бы хотел, во-первых, чтобы на вашем портале постоянно эта рубрика была по защите, мы будем о фактах говорить, мы будем о дополнительных проблемах говорить, мы будем о том, чтобы была, мы будем так работать и создавать вот такие условия, чтобы была обратная связь. Чтобы здесь, в вашей студии, вот, наряду с теми, вот, кто я представляю, национальную палату, чтобы здесь сами предприниматели говорили о своих проблемах. Не об успехах, знаете, об успехах еще рано нам говорить, а вот о том, чтобы предпринимательство нашло широкую поддержку со стороны государства, и чтобы условия, которые, значит, требуются для этого, чтобы они были высканы сами предпринимателями, и чтобы они были услышаны, это первое. А второе, вы знаете, сейчас сложилась такая ситуация, и глава государства это подчеркнул, что доля, доля бизнеса, малого, среднего бизнеса, у нас совсем недостаточная. Если взять страны, а мы там в 30-ку хотим, в 50-ку, теперь в 30-ку попасть в страны, то в этой любой стране там доля малого, среднего бизнеса превышает 50-60-70%. Особенно такие страны, как Германия, там до 80-90% малый бизнес, и они дают прибавочную стоимость казне, капитал, который там пополняется государство и направляется на социальные нужды, там очень значительно, за счет малого, среднего бизнеса. А если у нас взять, у какой 50? У нас 20-20, чуть больше 20%. Нам надо, мы в начале пути находимся, по большому счету. И вот для того, чтобы люди не пугались, а наоборот, с настроением, с хорошими стартовыми условиями, которые создаст государство, это легкие кредиты. Легкие, знаете, какие мягкие кредиты? Что это такое? Мягкий кредит, это на длительный срок, с маленькой процентной ставкой. Не как у нас сейчас, 17-20-25%, а 5%, 4%, максимум 7%. И расплачиваться по этой кредитной линии, там предприниматель должен в течение, там, мягкий кредит, мы говорим, 10-15 лет. Чтобы это не было вот так, нагрузка, которая с петлей на шее. И чтобы вы репортаж с петлей на шее не вели, понимаете, вот с предпринимателями. Надо, чтобы это бизнес приносил еще радость, источник дохода, состояние, чтобы каждая семья, человек, который занимается, глава семейства бизнесом, чтобы он этим бизнесом мог кормить семью, содержать ее, помогать государству в виде налогов пополнять, обучать своих детей, оплачивать, ничего же бесплатного сейчас нет. Очень значительные средства сейчас нужны для того, чтобы поддерживать состояние молодой семьи. Детский сад платный, школы платные сейчас, все больше вузы, я вообще об этом не говорю, понимаете. И везде надо платить, то есть раньше можно было еще в советское время, когда вы не родились, можно было на 100-120 рублей жить, условно говоря. Когда трехкомнатная квартира стоила в месяц там, квартирные там платы, мы больше 15 рублей не платили. 120 рублей была средняя зарплата, нормально. Но там было бесплатное образование в советское время, бесплатные, значит, школы, детские сады, ясли, санаторные, курортные путевки, да, все это оплачивалось или предприятиями, или профсоюзами. Сейчас сам человек должен все это платить. Особенно здравоохранение, это же невозможно, это же очень сложные, серьезные там суммы надо платить за операцию, за уход, после там операционный уход. То есть на все нужны средства, надо об этом смело говорить. И мы должны создавать зажиточную среднюю прослойку, вот не 20%, хотя бы 50%. Так глава государства говорит, ставить задачу. Но ее наполнение, выполнение, вот мешают, люди не идут в бизнес, потому что большие риски. Новое дело открыть, сразу процентная ставка, там кредит, я вам сказал, 20%. Куда это годится? Вот мы на эти темы надо обсуждать, откровенно говорить, как мы сейчас с вами. Ну что ж, спасибо большое, Ганнис Сингельдинович. Думаю, что наши пользователи смогли услышать то, что мы пытаемся до них донести. Я уверена, что это не последняя наша встреча. Но также у меня есть вопросы, уже не совсем касающиеся бизнеса. Страну буквально недавно потрясли страшные события, которые произошли 5 июня в октябре. Скажите, как, на ваш взгляд, такое стало возможным? И что необходимо предпринимать? Вы знаете, все, что произошло 5 июня в октябре, это требует очень глубокого, серьезного анализа. Мы пока отходим от этой трагедии. Второй момент. Эта трагедия уже имеет свое продолжение. Это несколько лет назад уже было аналогично. Из том же регионе. Третий момент. Надо учитывать, что сейчас наша молодежь, она через интернет пользуется сетями не только у нас в стране, по всему миру. И если мы не уделяем внимания нашей молодежи, если мы не занимаемся идеологией, воспитанием, пропагандой нашего образа жизни, нашей ментальности, то мы упускаем значительно из своего внимания этот круг молодежи. Там же обозначен, там все ребята только начали жить. Это означает, что анализ нужно проводить еще с тем, чтобы понимать, что это за среда молодежи, которая легко поддается каким-то религиозным, другим влияниям. Это надо серьезно анализировать. И надо сделать так, чтобы люди были в пределе, особенно молодые. Молодым надо, особенно семьям, молодежи, ребятам создавать условия, чтобы они работали. Была возможность учиться и была возможность, независимо от кого, в том смысле, чтобы себя обеспечивать. То есть мы должны выдавать землю и молодым семьям, и молодым людям. Там где-то у нас записано в законах, в конституциях до 10 соток. Если бы у человека была об земле, он бы занимался бы дачными делами, занимался бы производством, занимался бы скотоводством, занимался бы легкой пищевой промышленностью в этой отрасли. Но везде все упирается в условиях, чтобы занятость была. Нам не нужны молодежь, целые прослойки молодежи, которые от бездельничая, не знают, учиться ли, работать ли, брошены на произвол судьбы. Нам нельзя этого допускать. Мы очень организованная, мы молодая нация, мы очень зрелая нация, очень подготовленная. И если в каких-то кругах мы видим, что происходят такие вещи, надо на это реагировать государству. То есть, это трагедия для нас. Но эта трагедия еще индикатор, показатель состояния нашего общества. У нас целые есть провалы, и это системные провалы. Почему ребятам по 20, по 26 лет, от 20 до 26 лет, группами, кто их подвел к этим делам? Мы еще не знаем. Еще надо анализировать, а кто организатор? А какую мешанину с религиозной, с экстремистскими целями и так далее, им втемешил? И в какое время, и в каких местах они же где-то собирались? Где-то кто-то над ними учительствовал, в кавычках. Кто-то этой паствой занимался вплотную. То есть, это мы сейчас верхнюю часть только посмотрели, вот этих событий. А внутри надо сейчас и не только спецслужбам, государственным органам посмотреть. Кто, как и под каким влиянием находится. Но это второй звонок уже. Надо тут уже выводы делать более на серьезном уровне. И я думаю, они последуют. Вот первый прошел совет безопасности. Вот были рассмотрены вопросы снятия этих угроз с точки зрения силовых органов. Это первая реакция. Кого надо было наказали, с кем надо было расправились. Вот сейчас второй надо сейчас подходить уже немного по-другому. Надо смотреть, а как надо создать условия и такие условия, чтобы предпосылок к этому даже не было. А это комплекс мер на системной основе. Я так полагаю. Что ж, спасибо большое, Ганисин Гильдинович. Вы упомянули влияние социальных сетей, влияние воспитания на молодежь. И переходя уже к другому вопросу, вы также активны в социальных сетях. К примеру, если взять ваш аккаунт в Инстаграме, он насчитывает порядка 51 тысячи подписчиков. И преимущественное большинство которых это все-таки представители молодежи. Скажите, получается ли наладить эту обратную связь с ребятами? Ну, в Фейсбуке у меня больше, но в Фейсбуке ограничитель 5000 больше не показывает. И тысяча в очереди. В Фейсбуке там более зрелая такая аудитория. И там друзья в Фейсбуке. А в Инстаграме подписчики, да, вы правы, там свыше 51 тысячи у меня. И это и есть обратная связь. Вот Инстаграм, это первое, это серьезный тест на то, можешь ли ты влиять на молодежь или нет. Потому что там вот ваш возраст совсем молодые, юные люди. У меня за плечами 66-я весна уже прошла. И я просто для себя решил проверить. Это был чисто такой почти спортивный детский интерес. Смогу ли я с молодыми людьми найти общий язык? Сколько там в Инстаграме одна молодежь? Ну вот 51 тысяча вот набрал за сколько тут год, больше года. Вот. И я так подумал, что да, вот духом еще так вот молодежный дух сохранился. Это первый вопрос. Второй момент, он связан с тем, что действительно в Инстаграме, поскольку мы о нем говорим, там, вот знаете, Инстаграм это было моментальное явление в начале. Девушки там губки бантиком фотографировали, там ноги, еду и там пляжные дела и так далее. А я горжусь, что я Инстаграм превратил в информационный, приблизительно как ваш портал. То есть у меня нету там еды или там по-народному как там, жертвы. Я тарелки, морелки, там еду не показываю, никакие части тела отдельные или там стойки. Это было вот как бы молодежно-развлекательное такое. А вот сейчас я превратил в маленькие информации, в маленькие кинофото документы вот нашей новейшей истории. И пробудился очень большой интерес. Я не знаю, потом другие тоже начали что-то вот уже полезную информацию друг другу давать. И на этом обратная связь очень сработала. И мне, конечно, интересно, что на все мои посты молодежь реагирует очень остро. И особенно по фактам, скажем, нашей истории. Я даже удивился. И я вижу там по письмам, по обращениям. И очень много обращений в директ ко мне. То есть директ помимо этого на мою почту. И там ставят очень серьезные вопросы. И социальные вопросы. И мне это, во-первых, и удивительно. А с другой стороны, я горжусь за нашу молодежь. Этот кажется так всегда. Все они так легкие, на подъем как-то там. Ну, я не хочу сказать где-то легкомысленные. Но легкие на подъем. А я вот по обратной, как вы говорите, связи смотрю, там очень молодежь у нас интересующаяся. Много проблемных вопросов ставят. Много хотят узнать. И в этом я вижу большое стремление наших ребят. И особенно юных, молодых студентов. Которые свой круг, горизонт общения, дружбы, познавательности. Хотят намного расширить больше, чем у них есть само представление. От опыта маленькой жизни пока. Это вот это стремление, это хороший стимул и мотивация, конечно. Инстаграм это друг другу помогает. Потому что мы все общаемся и отвечаем, разъясняем. И я задаю вопросы, и у меня еще больше вопросов. Чем больше живут, тем больше вопросов. К жизни. Ну что ж, Ганесий Ингельдинович, к сожалению, наше время ограничено. И оно подошло к концу. Ну, вам было интересно. Мне было очень интересно. Спасибо большое за ваши развернутые ответы. Я более чем уверена, что наши пользователи смогут для себя получить необходимое количество информации. Я рад служить вашему порталу, вашей сети, вашим поклонникам, слушателям или зрителям. Я первый раз у вас на канале. Я знаю, он пользуется очень большой популярностью и очень необходим для нас, для всех. Кообществу, молодежи особенно. Нам, ваш канал, очень содержательный. Я желаю вам творческих успехов, хороших всегда материалов, качественных и журналистской удачи. Спасибо большое. Благодарю вас. Ну, а вам, дорогие пользователи, хотелось бы напомнить о том, что за самой достоверной правовой информацией вы можете обращаться на информационный портал Бенюс Ки-Зет. Всего доброго. До свидания.